Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Сегодня у меня для вас есть сразу же три новости. И я думаю, что они все между собой связаны. Во-первых, первая новость. В Хабаровском крае, в частности, в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске риска пропал бензин. То есть сейчас ощущается острый недостаток бензина. И перед бензоправками стоят километровые очереди. Вот видео одного моего подписчика. Можете посмотреть, что творится в Хабаровском крае. Лег, привет! Вот у нас такой коллапс на заправках. На всех заправках в городе нет бензина. Короче, закрыли два завода. Ну как закрыли? Сказали, что типа поломали сразу два завода в Комсомольске и в Хабаровске. Ни на одной заправке нету бензина. И когда он появляется, вот такие очереди. Прямо по километру. Вот это все очередь, очередь, очередь. Километр, наверное, точно очередь есть. Это все люди хотят купить бензин. Дизель есть, короче, бензина нет. Вот я еду к себе в деревню. И никто вот сегодня не может бензин купить. Видите, такая ситуация уже несколько дней. Я думаю, ну, разное мнение, конечно, есть. Я думаю, это специально из-за митингов, короче, перестали просто. И вот конец очереди. Это больше километра длина очереди. Я вот еду дальше к себе в деревню. Ну, до деревни три километра. И целый километр очереди от заправки. Доехал до следующей заправки. Это уже в моей деревне. Три километра от Хабаровска. Это уже НК Альянс. Там была Роснефть. Вот здесь на трех пистолетах висят таблички, что не работает. Вот так. А там ремонт уйся. И только есть дизель. Кроме дизеля бензина нету. На какой-то, если заправке появляется бензин, не знаю, как люди узнают. Группа, наверное, ватсап разный. Там сразу весь город, короче, сотни машин. Друзья, следующая новость. Сергею Фургалу, бывшему губернатору Хабаровского края, предъявлено окончательное обвинение. Ему инкриминируют покушение на двух и более человек, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений по найму общеопасным способом. Кроме того, убийство двух и более человек, совершенное организованной группой по найму, с целью скрыть другое преступление. И еще незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой. Друзья, кроме того, Путин, президент России, уволил бывшего губернатора Хабаровского края, Сергея Ивановича Фургала в связи с утратой доверия. Вы понимаете, друзья, какой цинизм, какое лицемерие? То есть, Сергей Фургал вину не признает, естественно. Я лично не верю в эти преступления, которые инкриминируют Сергею Ивановичу Фургала. Народ Фургалу доверяет. Доверяет, обратите внимание, до сих пор. То есть, ну, ладно. Как говорится, это государство, вот уже, оно полностью потеряло лимит доверия. В чем бы, как говорится, в чем бы нас не обвиняли, не верьте. Не верьте и не бойтесь. И последняя, заключительная новость на сегодня. Значит, в Пентагоне не исключили возможность ядерной войны с Россией и Китаем. Адмирал Чарльз Ричард, возглавляющий стратегическое командование вооруженных сил США, назвал реальной вероятность применения ядерного оружия в случае конфликта России и Китая. Об этом он написал в статье для научного журнала Военно-морского института США. По его словам, после окончания Холодной войны, Соединенные Штаты находились в роскошной обстановке, поскольку им не приходилось рассматривать возможность кризиса в отношениях или прямого вооруженного конфликта с державами, обладающими ядерным потенциалом. Последствия современной конкуренции, отметил Ричард, могут быть очень серьезны. «Существует реальная вероятность того, что региональный кризис между Россией и Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением ядерного оружия, если они почувствуют, что проигрыш в конфликте с применением обычных вооружений может угрожать государству», написал Адмирал, добавив, что стратегическое командование США оценивает вероятность применения ядерного оружия как низкую, но не невозможную. Друзья, честно говоря, конечно, сразу же понятно, что в случае противостояния России и Китая, ну, всем, я думаю, ясно, кто может быть, так скажем, инициатором применения ядерного оружия. Ну, потому что у Китая огромная армия, я вам напомню, что Китай может выставить в любой момент до 200-200 миллионов ополченцев и солдат. Я вам напомню, что в России столько людей вообще не проживает. То есть, представляете, какая орава может хлынуть на Россию в любой момент. Честно говоря, я считаю, что вот эти все три новости, ну, по крайней мере, две из них точно связаны между собой. Я думаю, что бензин пропал в Хабаровском крае неспроста. То есть, это явно связано как раз с обвинением Сергея Фургала и возможными митингами, кстати, протестами и прогулками за Алешу Навального. Ну, и, естественно, конфликт с Китаем, никто не сбрасывает со счетов. К этому надо быть готовым. Друзья, ставьте лайки под этим видео, если вы считаете так же. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Мне интересно ваше мнение. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.